И спою я на ночь одну из своих песен. Нет, вообще, я когда мне пришли эти песни сочинила, ну всё, я, блин, я в шоке была сама, что я могу, блин, песню сочинить. Я до 30 лет, я не помню во сколько точно я их сочинила. Я никогда вообще даже не думала, что я там могу написать что-то или сочинить песню. Здесь несколько, блин, даже, ну я в шоке до сих пор, как бы. Я даже, наверное, может быть, даже думаю, что мне их вообще послали там свыше, потому что, ну не знаю, как я вот так жила, ничего там не сочиняла, а потом раз и я сочинила, то есть, наверное, кто-то нам свыше посылает. Вот. И я вам спою сейчас немного. Хотела спеть одну, но сейчас другая играет в голове. I love you, baby, and we'll always love, because you're crazy. So beautiful, lovely, and even if you stop, love me, I will never stop, never stop. Кстати, все мои песни можно послушать по ссылке в описании. Значение песен я как-нибудь расскажу. Вообще, о чём я думала, когда писала, почему я так писала. Хотя вот эту песню я объясняла там. А можно поискать, кстати, в актуальном там, где вот про мои песни, моя музыка. Историю моих песен я там объясняла, кстати, вот, значение этой песни, почему я буду любить навсегда, даже если меня перестанут любить. Я объяснила, почему. Вот. И вот эта вот песня про время любви, love time. Да, это тоже вот как будущее наше, что впереди время любви будет, что понимание везде, любовь, что мы должны любить все друг друга, потому что мы одно целое. Вот. Основной посыл песни вот такой. Ну и там остальные песни тоже классные. И у меня просто вот сейчас я не хочу... А! Я их написала как бы, и у меня просто вот сейчас я их... У меня мечта, как бы, чтобы их весь мир услышал. Вот. Ну или хотя бы на ютубе там я бы классный клип какой-то сняла. И просто вот со временем я бы сниму какие-нибудь классные аранжировки. Или я сама сделаю, или там от разных людей было бы классно. Ну то есть для меня вот это вот, то, что я написала, это очень классно. И я, ну... Не буду каждый год там альбомы выпускать, там вот так. Я написала один альбом, и буду его, как бы, презентовать до конца жизни. Нет, серьёзно. На самом деле я написала... Ещё у меня есть, как бы, неизданные, без музыки. Классные мелодии, кстати, пришли. Но их я пока не буду, да. Вообще, я не знаю, что будет. Время покажет, что будет. На данный момент я вот знаю, что мне надо похудеть. И, кстати, вот реально, я, ну, нашла для себя способ. Или вот на сыроедении, когда вот салатики, допустим, сегодня с морковкой съела. И смузи делала там. В общем, лёгкое такое вот, на сыроедении. Или на соках вообще. На воде, там, неделю. Ну, самое лучшее вот на соках для меня, именно для похудения. Потому что, когда я себе говорю, что я вообще не хочу есть, не буду есть. Я отрубаю, и я всё настраиваюсь, и не ем. И для меня смысл жизни, вот, пойти выпить сок. Ну, в этот период. Ну, я себя перенастраиваю так. Для меня так легче. И там, тем более, отключается всё как-то. И нет вот этих позывов, что надо постоянно идти есть. А если я вот на сыроедении, то я могу немного себя, как бы, ну, раз я ем, и я могу пойти, допустим, в магазин. Думаю, да ладно, я, раз я ем, чуть-чуть, если съем, то ничего страшного. А потом чуть-чуть съела, и потом всё. И я могу себе позволить уже не чуть-чуть. Вот именно поэтому я выбрала соки в моём сегодняшнем состоянии, вот, с этим вот весом. Возможно, когда потом, в будущем, когда вот я там буду подолстнее, допустим, на 5 килограмм, там, даже на 10, там можно легко на сыроедении, вот, худеть там, на чистом сыроедении, или на малоедении, да. А вот на данный момент я на соках. Я, конечно, вот сегодня, допустим, на сыроедении была, тоже нормально, но я здесь могу реально, не знаю, сколько я продержусь, я могу сорваться. Поэтому для меня вот на данный момент всех лучше худеть на соках. И я, я всегда стараюсь и продолжаю, и просто для себя даже, для здоровья классно. Вот, чтобы, ну, чтобы было, чтобы я как хотела, так себя чувствовала и выглядела, как хотела. Вот, так что я продолжаю стройнить. А этот способ я, кстати, нашла в этом году, только вот весной. И как его нашла, так я и похудела. А до этого я пробовала, худела. Некоторые, кто меня знает, там вот думают, вот она не худеет. Нет, я худела, потом просто набирала, вот. И когда вот, ну, тут же всё равно какой-то стресс тоже определённый. Блин. И тебе, когда вот даже, ну, идёшь по улице и не замечают, не знают, что ты похудел. А ты похудел, то... И думают, что вот ты там ешь там целыми днями. Когда ты, может, ешь вообще уже, питаешься в сто раз лучше, блин, их, не знаю, там. Они там, может, себе там позволяют, не знаю, много чего. А ты себе не позволяешь, и ты идёшь, а они ещё на тебя смотрят, как будто там... Блин, короче, мы живём в таком мире, я не знаю, где мы мысли не умеем читать. И столько предположений левых вообще вот у людей, кстати. Мне кажется, я вообще где-то с другой планеты, наверное, где люди, или не знаю, там, в каких мы образах воплощаемся. Они умеют просто читать мысли, и у них таких проблем нету. Ну, как здесь, когда мы вот не знаем, как оно на самом деле. И от этого, ну, мы вообще можем думать плохо о других. Вот, и это очень иногда взбивает, можно сказать. Вот. Ладно. Я разболталась сегодня. Ну, пришло вот сегодня вдохновение поболтать вот так вот классно. Хотя мне вообще много есть, что сказать, на самом деле. Я люблю разговаривать, но в последнее время я не разговариваю. Вот. Ладно. Ждём Нового Года, и он будет прекрасный у каждого, кто смотрит это видео. Ну, плюс будет дополнительный бонус от моей энергии вам. Вот. И пусть, желаю, произойдут какие-то чудеса классные. И до Нового Года сейчас, и потом будет что-то клёвое. Доброе утро. Good night. Продолжение следует...